Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Лысков, я актер, режиссер, тренер по актерскому мастерству и кастинг-директор в США. На этом канале я разбираю ваши самопробы, а также у вас есть уникальная возможность увидеть, как я смотрю эти самопробы в прямом эфире. Все самопробы, которые ко мне попадаются, я смотрю впервые при вас. Это уникальная возможность посмотреть, где я останавливаю, на что я обращаю внимание, что мне нравится, что мне не нравится, ничего от вас не утаю, все раскрою. Поехали смотреть, и сегодня мы смотрим Федора Маяцкий. Надеюсь, я правильно прочитал вашу фамилию, и это самопробы Виктор Гоу. Добрый день. Здрасте. Я Цанаева. Юля меня зовут. Вам должны были позвонить. Ага, точно. Я Виктор. А вы по поводу бачка треснутого. Бачка? Да какой уж тут бачок. Тут, походу, целая канализация. Не понял. Ты сяду? Пожалуйста. Это ваш чек? Походу, мой. А не вспомните, что вы по нему продавали? Мне в бухгалтерии полдня копаться надо. У меня, знаете, сколько таких чеков. Это у вас надо спросить, что вы купили. Я купила капучино. Но тут вроде капучино нет нигде. Вы же от Володи. Санаева, да? Да, Вить. Я от Санаева Володи. Поэтому расскажи, как так получается, что ты тут толчками торгуешь, а от твоего ИП в ресторанах чеки за еду долбят. И деньги за неё тебе на счёт приходят. Это что за допрос? Вы вообще кто? Вить, я вообще владелец кафе, который не знает, как обнал наладить. Вот у друзей схему увидела, как они барвок по второй кассе проходят. А как они потом кэш получают, не понимаю. Да я откуда знаю. Тут начальник местный попросил. Говорит тебе в месяц 1200 будет приходить. Типа подкупленный товар. А ты в конце месяца возврат клиенту оформишь. И всё налом вернёшь. И все дела. Ну и мне копеечку. Зачем его? Знаете, я так немножко завис вместе с вами. Только потому, что мне просто было интересно, как эта схема работает. На самом деле не потому, что. Тут с Виктором, фу, с Виктором, с Фёдором надо разбираться. Давайте будем это делать вместе. Добрый день. Здрасте. Я отца Наева. Юрий меня зовут. Вам нужно было позвонить. Смотрите, такая самая частая... Ой, давайте с хорошего, как всегда. Вы же любите, когда хорошее по актёрской, по американской системе. Хорошее. Что хорошее? Очень хороший фон. Потрясающий фон. Очень хороший свет, звук. Всё слышу, всё вижу. Ничего не отвлекает. Это всё очень хорошее. Опять же, это первый класс, который я надеюсь, что вы и так уже всё уже выучили, уже всё знаете. Вам про это говорить не надо. Давайте заговорить про перформанс. Что здесь с перформансом? С перформансом тут есть вопросы. Добрый день. Во-первых, он ждёт. Да, вот он ждёт, когда к нему обратятся. Так, он... Давайте разбираться. Из секции, что я узнал... Я внимательно сцену, между прочим, посмотрел сейчас. Давайте разбираться. Что из сцен я узнал? Из сцен я узнал, что он в магазине сантехники продаёт унитазы. Всё правильно, да? То есть он продавец, ну там, не знаю, или директор, или, не знаю, директор, который стоит за прилавком. К нему подходит какая-то женщина, которая что-то от него хочет. Мы вот ещё пока не знаем, чего она хочет. Но скоро узнаем. И, смотрите, он... Получается, продавец, он что, сидит, стоит и ждёт? Что, когда к нему подойдут? Да нет, конечно. Особенно, если магазин рабочий какой-нибудь, там, популярный. Наверняка есть что-нибудь делать. Есть... Я бы придумал, если... Конечно, можно сказать всегда, что тут обеденный перерыв. Вот он стоит, ждёт, и ничего, ничего не происходит. Но, на самом деле, это неинтересно. Я бы придумал, чтобы что-то происходило. Я бы придумал, чтобы было чем заниматься, чтобы что-то перекладывать. Может быть, какие-нибудь счета фактуры он заполняет, там, ещё чего-то. Чтобы была жизнь, как в жизни. В жизни мы не стоим и не ждём реплику. Никогда не стоим и не ждём. Вот так проявляются только непрофессиональные актёры, у которых мало опыта. Даже, кстати, может быть, профессиональные, но у которых просто опыта мало. Хотя я не знаю ничего про Фёдора. Я буду счастлив, если он, не знаю, работает в большом театре каждый день. И большому... Нет, большому не надо. Не знаю, в каком драматическом театре каждый день. Играет по 25 ролей и всё знает. Но вот в пробах почему-то не проявляется это. Ну, не буду сейчас разбираться. Почему? Давайте смотреть дальше. Вот стоит, ждёт. Хотя мужик неплохой, фактурный, хороший, не наигрывает. Но вот не хватает жизни актёрской, которая, блин, показывает вас непрофессиональной стороны. Это плохо. Я от Санаева. Вы как бы пропускаете возможность вас сразу же утвердить. Юля меня зовут. Вам должны были позвонить. Ага, точно. Я... Виктор. А вы по поводу бачка треснутого. Бачка? Ждёт. Видите, вот стоит, ждёт. Как бы вот ждёт реплик. Ждёт реплик. И это видно. И это выдаёт сразу. Вот знаете, вот как бы я в кино, если бы увидел, что вот он так играет, вот его привезли бы вот в этот. И вот актёра вот его утвердили. Вот, например, он пришёл. Нашли бы эту локацию. Вот этого сантехники, магазина сантехники. Вот посадали бы его за прилавок. И вот актёр встал и вот стоит и ждёт реплики. Да, на фоне унитаза. Не поможет. Потому что не верится, что он там работает. Потому что у каждой работы есть профнавык. У продавца есть определённый профнавык. Чего-то он делает. Может, он там, не знаю, что-нибудь с кассой. Может быть, он что-нибудь тут заполняет. Может быть, он какие-нибудь принимает товары. Может, он что-нибудь раскладывает. Может быть, надо придумать. Это очень важно. Чтобы как раз не было вот этого момента, что он ждёт реплику. Чтобы ему было чем заниматься. И не обязательно всегда смотреть. А, вы от этого. Да. Чего? Да-да. Вы по поводу треснутого бачка. Правильно. Треснутый бачок. Да. Треснутый бачок. Вы знаете, это бывает. Нет? Не по тре... Так, окей. Хорошо. По поводу чего? И тут я могу проявить внимание. Тут я могу, например... Так, я не понял. Я думал, что вы по поводу бачка. Мне звонили, чтобы вы будете придёте по бачку. А вы не поработаете. Так что я его слушаю? И тогда это логично смотрится. А если я как бы сразу же стою и жду реплик, то это нелогично. Тут, по поводу, целая канализация. Опять же, хотя повторюсь, что мужик хороший. Не понял. Присяду. Вот, хорошая оценка, что не понял. Пожалуй. Действия не хватает. Действия не хватает. Опять же, понимаете, ещё очень важный момент. Чего он хочет? Чего он хочет от партнёра? Он хочет понять? Или у него какая-то другая цель, и этот человек вообще ему мешает? Вообще так, если вы не по этому вопросу... Извините, я сейчас не могу. И тогда отвлекаться. Апстекл. Это будет препятствие. Препятствие. А этот человек его будет цеплять. А он будет раздражаться. Пытаться понять. Потом кто-то... Он узнает про эту схему? Когда узнает, какая оценка того, что... Ой. Это же вообще не очень законно. А как это делать? Вы кто? Что? Откуда вы знаете? И прочее, прочее. Может быть, не в лоб. Может быть, не текстом. Потому что его нет. Но это всё должно отражаться в вашем перформансе. Походу, мой. А не вспомните, что вы по нему продавали? Мне в бухгалтерии полдня копаться надо. То есть, вот смотрите, да? То есть, как это приносит какой-то чек. Вот уже есть какой-то саспишес, да? То есть, какое-то подозрение. Что это такое? Что это? Кто это? Органы? Кто это? Может быть, это какой-то подсадной подсад... Кто это? Или меня пытаются развести на деньги? Или что это? Что это? Что это? Что это? Пытаться... Попытка понять. Вот этого процесса мне не хватает. Внутреннего. Он нужен для актеров. И вообще необходим. У меня, знаете, сколько таких чеков? Хотя органичный, интересный. У вас надо спросить, что вы купили. Я купил это. Короче, я понял. Если ему дать действие, если ему придумать, что им делать, и оставить его перформанс, это будет в десятку. Вот такие дела. Даже досмотреть дальше не буду. Сцена очень интересная, действительно. Интересно узнать, как дела делают в магазине циантехники. Все же про реальным событиям пишется. Вот. Интересно, интересно. Я надеюсь, что вы вынесли урок из сегодняшнего видео. Я буду очень благодарен, если вы его напишите в комментарии. Потому что это образовательный контент. И я хочу, чтобы вы учились, учились, учились после каждого видео. Это каждое видео, каждый разбор, это урок для вас. Урок. На что я обращаю внимание. Что можно улучшить. Что? Непрерывная цепочка физических действий. Я постоянно про это вам говорю. Постоянно нужно что-то делать. В жизни мы постоянно делаем. Если вы мне не верите, выходите на улицу. Смотрите, как живут люди. Смотрите, как общаются. Смотрите, как общаются ваши друзья с вами. Смотрите, как люди сидят в кафе. Сейчас вообще все в телефонах сидят и общаются через свой телефон. Вообще друг на друга, несмотря. Да, 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 что я заказала, да. Представляешь, и все, и снова пошел. Так, и отвлекается, и работа внимания. Ты постоянно отвлекаешься, переводишь фокус. Тебя кто-то здесь зовет. Да, что? Так, тут унитазы еще новые привезли. Так, ты этот еще. Тут что? Тут еще прибраться надо. Объект внимания. Работайте с вниманием. Это необходимый момент. Все. Закончился детский сад. Давайте работать. Ребята, я вас благодарю. Спасибо вам огромное за присыланные пробы. И я надеюсь, что они будут вам полезны. Приходите учиться. Вообще, классы открытые, онлайн. Лично, личная консультация, пожалуйста, тоже. Буду рад. Пока-пока.